В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Дома Архангельска Муниципалитет продолжает проводить капитальный ремонт домов Архангельска за счет средств городского бюджета. На этой неделе продолжились работы на улицах Мещерского, Победы и Теснанова. В этом году на выполнение капремонта домов мэрия Архангельска предусмотрела более 100 миллионов бюджетных рублей. Деньги предоставляются в форме субсидий управляющим организациям в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день договора заключены уже по 30 домам. В первую очередь средства направляются на капитальный ремонт тех домов, по которым уже имеются судебные решения. Мэрия Архангельска также продолжает ремонт в учреждениях социальной сферы. В школе номер 11 проводится изоляция теплоузла. Косметический ремонт в холле, обновляется спортзал. В 14-й школе идут замены коммуникаций и отделочные работы на лестничных площадках. Ведется капитальный ремонт также в помещениях школы номер 68. На ее базе скоро появятся три новые группы для дошколят. Здесь вообще давным-давно не было такого грандиозного ремонта, потому что здесь была у нас школа-сад, то есть здесь занимались дети до девятого класса. И в этом году мы решили, что займем эти классы, потому что детей мы теперь к себе забираем в школу на гидролизной. Займем эти классы и откроем группы дополнительные для маленьких ребяток. Торжественное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности, организованное мэрией Архангельска, по традиции прошло у памятника Петру и Февронии. Праздник собрал сотни горожан, среди которых были как обручившиеся в этот день, так и те, кто отмечает юбилей совместной жизни. Чем больше горожан будет в Архангельске, тем город у нас будет краше. Чем будет сильнее наша семья, тем более сильнее наш город. Для гостей праздника выступили песенные и танцевальные коллективы Архангельска. Также были подведены итоги городского конкурса «Колясок. Мое первое авто». Алексей Карельский, Артемий Заварзин, Панорама Севера. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел заседание рабочей группы по вопросам оказания помощи Республике Крым, Севастополю, отдельным регионам Украины, а также гражданам этой страны, которым пришлось покинуть места своего постоянного проживания и которым сейчас необходима поддержка. Сейчас на базе Центра патриотического воспитания и до призывной подготовки организован сбор гуманитарной помощи для беженцев с Украины. Уже собрано около двух тонн одежды – обуви, медикаментов, средств личной гигиены. «У нас есть определенная просьба к жителям Архангельской области – это в первую очередь нести новые вещи, и скорее всего даже не просто новые вещи, а теплые вещи. И второй момент – это активизироваться по сбору непосредственно финансовой помощи». Деньги можно приносить в отделение Красного Креста или перечислять на его расчетный счет. Адресная материальная помощь будет оказана в том числе и украинцам, которые приезжают в наш регион. На сегодняшний день за предоставлением статуса временного убежища в Управлении Федеральной миграционной службы по Архангельской области обратилось 148 человек, покинувших Украину. Среди них 38 детей. «Оставаться равнодушными мы не имеем права. Мы подтвердили свою готовность принять на территории Архангельской области и беженцев, ну и, безусловно, создать необходимые условия для комфортного пребывания здесь людей, которые в частном порядке сюда приехали, либо сами, независимо от этих централизованных мер, попадают в регион, ищут место себе, своей семье, ищут поддержки и помощи». Для беженцев из юго-восточных районов Украины подготовлены места в госпитале для ветеранов и центре реабилитации «Родник». Варианты размещения предлагают и частные организации. Уже проработан вопрос возможного трудоустройства и оказания медицинской помощи пребывающим. В ближайшее время на сайте правительства Архангельской области появится раздел, где будет размещена вся необходимая информация по вопросам предоставления помощи гражданам соседней страны. Северяне, готовые оказать помощь беженцам с Украины, могут обратиться в региональное отделение Красного Креста по адресу Набережная Северной Двины, 98. Там же ждут и тех, кто вынужденно покинул свою страну и нуждается в поддержке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 июля исполнится 10 лет со дня гибели генерального директора Архангельской телевизионной компании Юрия Владимировича Фирсова. Почти 25 лет назад вместе со своими единомышленниками он создал Архангельскую телевизионную компанию. С ее появлением горожанам открылся огромный и увлекательный мир кабельного телевидения. В понедельник, 14 июля, в 11 часов дня, на Вологодском кладбище соберутся родные, друзья и коллеги Юрия Владимировича Фирсова, чтобы вспомнить этого удивительного человека. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 июля в городе Мирный состоялось торжественное открытие Всероссийской студенческой стройки «Поморье». Учащиеся вузов приехали в Архангельскую область из разных уголков России для выполнения задач, имеющих общегосударственное значение. Подробности в нашем следующем сюжете. Всероссийская студенческая стройка проходит в Мирном второй год. С тех пор увеличилось количество студенческих отрядов и заметно расширилась география. В этом году в стройке примут участие 18 отрядов. Это 324 бойца из 13 регионов Российской Федерации. Архангельской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Забайкальской, Новосибирской, Тамбовской областей, Республик Карелия, Калмыкия, Коми, Пермского и Алтайского края, а также из Санкт-Петербурга. Этот трудовой семестр особенный еще и потому, что юбилейный. Он приурочен к 55-летию движения строительных студенческих отрядов. За эти годы студенческие отряды участвовали в самых грандиозных стройках страны, возводили олимпийские объекты в Сочи, здания универсиады в Казани и продолжают строительство космодрома Восточный. В этом году на Целину были направлены по шести направлениям и отряды спасателей, и отряды педагогов, и отряды строителей. 36 отрядов и количество бойцов порядка двух тысяч составляет сегодня в Архангельской области. Это ребята, которые занимаются делом, которые возводят стратегические объекты, объекты социальной инфраструктуры. Торжественная церемония открытия состоялась на площади Ленина. Молодых энтузиастов приветствовал главный федеральный инспектор по Архангельской области Николай Шилин и заместитель губернатора области Алексей Алсуфьев. Успехов на строительных площадках пожелали бойцам заместитель начальника космодрома по работе с личным составом Евгений Сгибнев и глава мирного Юрий Сергеев. По словам официальных лиц, очень важно привлекать молодежь в проекты общероссийского масштаба. Надо, чтобы талантливая молодежь могла проявлять себя с самого начала своей трудовой деятельности, еще не успев получить высшее образование, они должны участвовать в управлении государством. Здесь ребята получают дополнительное патриотическое воспитание или мотивацию патриотическую, потому что те объекты, которые они возводят своим трудом, это объекты, которые относятся к ведению Министерства обороны, и эти объекты задействованы в решении важных стратегических задач по обороноспособности Российской Федерации. Студенческая вахта «Поморье» продлится до конца августа. По ее итогам самые активные трудолюбивые отряды и бойцы будут награждены. Вручение знамени лучшему отряду состоится в ноябре в Кремлевском дворце. Сегодня любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Праздник придумали французы в 1995 году. А вот делать шоколад первыми научились ацтеки. Они называли его «пищей богов». Современной наукой установлено, что шоколад способствует отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта стимулируют выброс гормонов счастья. О какие ассоциации при слове «шоколад» возникают у архангела Городцев, узнала наш корреспондент. При слове «шоколад» ассоциации возникают с радостью, с энергией. То есть, подушевляют людей, настроение поднимает. Что-то темное, что-то приятное, что-то вкусное, что-то вязкое. Это гора вкусных сладостей. Конфеты там, печенюшки шоколадные. Все такое. Конфета, шоколадка, фундук, в конце концов. Ну, что-то веселое, хорошее, точно не грустное, потому что шоколад поднимает настроение. У беременных вообще никаких ассоциаций нет. Вкусно. Не знаю, шоколад, Россия. Шоколад, скорее, это детство. Особенно киндер-шоколад, когда мама приходит с огромными пакетами, и ты бежишь, и находишь заветную шоколадку, которую ждал весь день. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 12 июля в Архангельске состоится торжественное открытие памятника святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси. Монумент будет установлен рядом со свято-тихоновским храмом в северном округе столицы Поморья. Чин освящения памятника совершит митрополит Архангельский и холмогорский Даниил. Скульптура патриарха Тихона выполнена из бронзы. Вес монумента составляет около 2,5 тонн, высота 3,5 метра. Как сообщили в Архангельской епархии, это первый подобный памятник святителю Тихону в России. Архангельский музей «Малая Карелла» готовится отметить 50-летие. В рамках юбилейных мероприятий 17 и 18 июля в Доме коммерческого собрания состоится конференция «Музей под открытым небом». 19 июля на территории музея откроется выставка «Роза и лев», посвященная свободно-кистевой росписи. 20 июля в Малых Кареллах пройдет второй международный поморский мастеровой сход. На праздники состоятся выступления фольклорных коллективов, будут работать творческие мастерские народных умельцев. В библиотеке имени Добролюбова проходит выставка архангельской художницы Елены Комиссаровой. На экспозиции представлены несколько разделов – арт-терапия, северные пейзажи и мечты об Африке. Последний стал жемчужиной выставки. Так художница представила своеобразный арт-отчет о своей поездке в экзотическую страну. Очень поразила природа Африки. То есть у нас была возможность посетить несколько национальных парков. Вот, допустим, есть картины, которые так и называются, допустим, Макала парк, там Ада-элефант парк, Титикама парк. То есть каждый парк удивительный по своей природе, по своему ландшафту, по своему, ну, по флоре и фауне. Вот, огромные просторы и очень много впечатлений. Один из любимых материалов художницы – пастель. Ее легко можно взять в дорогу. На открытии выставки прошел мастер-класс. Елена Комиссарова учила зрителей рисовать пастелью. В болгарском Пловдиве проходит 15-й личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин, в котором принимает участие и архангелогородка Татьяна Косинцева. За пять туров она набрала четыре балла и пока занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует украинка Наталья Жукова. У нее на полбала больше, чем у нашей землячки. Добавлю, что призовой фонд турнира составляет 60 тысяч евро, 11 тысяч из которых заработает победительница. Ее имя мы узнаем 17 июля. В рубрике «Открытый город» – прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 12 июля на острове Краснофлотский стартует рок-фестиваль под открытым небом «Остров». Это главное событие северного рок-н-ролльного лета. Участников и гостей фестиваля ждут выступления гигантов рок-сцены и лучших музыкальных коллективов области, а также разнообразные шоу-программы. Смотрите самое захватывающее и увлекательное приключение этого лета в Поморье на телеканале ПС. Прямая трансляция фестиваля «Остров» начнется 12 июля в 12 часов. 13 июля на стадионе «Труд» состоится финал и награждение чемпионата Архангельской области по теннису. Прямую трансляцию этого мероприятия можно посмотреть на телеканале ПС. Начало в 14 часов. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». Во дворце спорта профсоюзов продолжает работу выставка продажа шуб знаменитой пятигорской фабрики «Фламинго». Богатый ассортимент и качество представленных изделий оценила и наша съемочная группа. Практичный, долговечный, удобный в носке. И просто элегантный и красивый. Это все о мутоне. Изысканные шубы из этого любимого многими меха представлены на выставке-ярмарке прославленной пятигорской фабрикой «Фламинго», которая работает во дворце спорта профсоюзов в Архангельске в эти июльские дни. Большой ассортимент, разнообразие моделей, широкий размерный ряд. От 40-го для миниатюрных красавиц и до 70-го для солидных дам. Любая, даже самая взыскательная модница найдет шубку по душе. Вот эта шуба приятного сливочного цвета с кожаной отделкой по спинке подчеркнет вашу индивидуальность. В ней будет легко и комфортно. Универсальная модель. Мутон на этой шубке играет переливами, а кожаный пояс подчеркнет талию. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, подойдет невесомая шубка с капюшоном из мутона-астрогана. Это облегченный вариант стриженого меха, который сейчас на песке моды. Роскошная шуба для шикарных женщин. В такой действительно почувствуешь себя настоящей королевой. Вы цените изысканность? Возможно, вам понравится шубка с отделкой из каракуля, украшенную декоративными пряжками. А удобная укороченная модель автоледи актуальна всегда. Двигаться в такое одно удовольствие. Есть еще один весомый аргумент заинтересоваться шубами из мутона. Это цена. Она вас удивит настолько, что вы вместо одной шубы порадуете себя парочкой обновок. Милые дамы, если вы давно мечтали о новой шубке, то совершить долгожданную покупку лучше именно летом. Знаменитая пятигорская фабрика «Фламинго» представляет именно сейчас летние акции, скидки и кредит на выгодных условиях без первоначального взноса. При себе достаточно иметь только паспорт. Все для вас, дорогие северянки, чтобы вы оставались самыми красивыми. Выставка продажи шуб пятигорской фабрики «Фламинго» работает с 8 по 13 июля по Дворце спорта профсоюза в Пархангельске с 10 до 19 часов. Зимний подарок по летним ценам. Елена Гончарова, Руслан Симушин, «Панорама Севера». В завершении выпуска информация о курсе валют на 12 июля. По данным Центробанка, на 12 июля доллар США 34,6 рубля, евро 46,33 рубля. Это все новости на сегодня. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи на телеканале ПС. В Вельске 12 июля будет ясно, плюс 20-24. В Котласе переменная облачность, небольшой дождь, 18-22 градуса тепла. В Мирном в субботу будет ясная погода, плюс 20-23. На Водвинске ясно, плюс 21-24 градуса. В Архангельске 12 июля будет ясная погода. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13, днем до 24 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин